Приветствую вас! Вы не думали никогда о том, почему вот некоторые люди, да, вот когда происходит что-то в их жизни плохое, да, они как-то вот, знаете, меняют как-будто своё окружение, они как-будто вообще взаимодействуют с другими людьми, с которыми они никогда не взаимодействовали, ну вот до ситуации, вот. Вы не думали никогда почему так происходит? То есть у человека всё хорошо, человек общается с одним людьми. То есть это даже не то чтобы его, знаете, не принимают, то есть там родственники, там его близкие, друзья, все ему говорят там обращайся там, мы тебе поможем, мы для тебя всё сделаем и так далее. Нет, человек всё равно общается только с теми, вот кого он выбирает. То есть вот у него случается потрясение, он выбирает, да? Он выбирает кого-то, с кем он будет общаться. Вот почему так происходит? Значит, вы задумывались когда-нибудь? Ну, наверное, наверное, нет, наверное, не задумывались. А я объясню. Значит, когда у человека всё хорошо, когда у человека вообще всё здорово и всё прекрасно, ему не нужно ничьё чувствование. То есть человек чувствует всех сам определённым образом, его чувствуют все определённым образом. и, грубо говоря, он, в общем, доволен, довольны другие люди и всё, всё здорово, всё замечательно. Вот. Но, когда такой человек попадает вот в ситуацию для себя тяжёлую, то ему нужно, чтобы его чувствовали. Ему нужно, чтобы его кто-то чувствовал. То есть если его не чувствуют, как не чувствовали вот, ну, когда у него всё было хорошо, на более глубоком уровне, скажем так, то он и общаться не будет с этим человеком. Потому что он, ему тяжело, да? Он, как бы, более чувствительный, ему вообще очень, ну, ему тяжко. Ему тяжко. И понятно, что к такому человеку нужно вообще относиться по-другому. Но как? Жалеть его? Развлекать его? Нет. Понимаете, это вот именно та самая ошибка, которую допускают люди. Либо развлекают, либо жалеют. И именно поэтому человек уходит. Потому что ему не нравится, что его либо жалеют, либо развлекают. А как нужно? Нужно чувствовать человека. Понимаете? То есть если вы можете почувствовать, что за настроение у вашего близкого человека, да? Если вы можете почувствовать его состояние, то вы можете по, ну не знаю, по его, там, например, по его, допустим, поведению увидеть, чего он хочет. То есть, да? Например, если вы вот можете, ну, если у вас есть такая возможность, то есть есть возможность определить, чего человек хочет. Ваш. И вы можете ему дать это. То, что он хочет. Например, например, хочет человек грустить? Сейчас. Вот в данный момент времени. Вы говорите, окей, все. Мы грустим. Мы грустим. Хочет человек радоваться, вы, окей, мы радуемся. Хочет человек там заниматься, например, поисками смыслов, да? Вы говорите, окей, мы занимаемся поисками смыслов. То есть вы как бы, да, откликаетесь на желание человека. Либо вы можете это сделать, либо у вас это получается, либо у вас это не получается. То есть понятно, что этому можно научиться. Да, то есть можно чувствовать человека, можно отслеживать его желание, его состояние, все это можно сделать. Это понятно. Но мотив, да, то есть ведь многие люди, много людей вокруг. И как вы, наверное, поняли, что получается это далеко не у каждого. Далеко не каждый может это сделать, далеко не каждый может услышать другого, почувствовать его эмоциональный фон. Потому что у кого-то не хватает мотивации это делать, у кого-то способностей к этому нет. У кого-то есть свои там цели, которые человек преследует. Исключительно вот только ради этого он пытается поддержать. Понимаете? Поэтому люди во время таких вот кризисов отдаляются друг от друга, потому что человек не чувствует, не чувствует, что нужно, а помог кто в кризису оказался. Вот. Означает ли это, что, например, допустим, ну, нет любви между такими людьми? Нет, не означает. Просто это более такой, знаете, более глубинный уровень близости, это духовная близость. Она встречается просто между людьми довольно редко. Понимаете? Вот. То есть вам, грубо говоря, нужно чувствовать своего человека. Вам надо чувствовать, что он хочет. Вот просто всё своё внимание, концентрируйте на нём, но именно внутреннее внимание, не внешнее. И вот то, что он хочет, старайтесь ему дать. Если вы сможете это сделать, если у вас получится это сделать, там надо буквально, вот знаете, правильно сделать там два-три раза. Вот если два-три раза вы сделаете правильно, то можно сказать, что всё, у вас уже получилось, вы будете делать всё правильно. Вот. Понимаете? То, что мой коллега сказал, например, вот Сергей Ельченко, да, он говорит, что там есть стадии, там отрицание, принятие. Это так, это правда. Но это правильно для, знаете, для психотерапевтических реалов. А в быту, в быту, если человек не собирается обращаться к психологу за помощью, да? Вот. В быту. В быту это не работает. Вы не психотерапевт, чтобы отслеживать все эти состояния. И вы не можете быть психотерапевтом для своего близкого человека. Это тоже невозможно. Было бы неправильно, если бы вы были для него психотерапевтом, работали бы для него психотерапевтом. Вот. Табы, что тогда он должен был бы вам платить. А, безусловно, психотерапия или психотерапия, ну, непрофессионала или что хуже, эмоционально окрашенная психотерапия. Вот. Она, знаете, несёт только вред. Вот. Вот. Поэтому не пытайтесь быть для него психотерапевтом, не надо. Если человек хочет поговорить, вот именно есть желание у него, да, там, высказать свои какие-то, какие-то попременности, свои какие-то, не знаю, чувства, эмоции. Вот. Выслушайте их. Дайте обратную, обратную связь. Как, как ужасно. Что-есть, да, это реально, это то, что вы можете, сможете сделать. Включи, вы видите, что человек, эм, там, не настроен разговаривать. Значит, ээ, не надо с ним разговаривать. Тогда. Если вы видите, что он не настроен. Если вы видите, что человек, ээ, хочет, ээ, допустим, там, я не знаю, что-то сделать. Ну, просто что-то делать. Он хочет, да? Ну, вот. Ээ, позвольте ему это, пусть он делает. Но, если вы чувствуете, что человек, ээ, вот именно, знаете, как, эээ, ну, да, говорит, ну, что ты мне, типа, вообще никакой обратной связи не даёшь, да? Или, типа, ты ничего не понимаешь, или что-то ещё, да? То есть, это уже начинается такая агрессия. То вам нужно реагировать на это спокойно, да? Ну, во-первых, человек, как правильно сказал мой коллега, он совсем адекватен в данном случае. Это во-первых. И, во-вторых, эээ, это значит, что вы ему не поможете. Что это значит, что ему нужен психотерапевт. И либо вы ему, если вы об этом говорите, что, как бы, дорогой, эээ, я вижу тебе плохо, и я вижу, что, вот, ты страдаешь, эээ, вот, как бы, может быть, к психологу обратитесь, там, я вот, эээ, знаю, там, ну, несколько, да? Вот. Или сайт можете подсказать ему, вот, этому человеку. Что-то будет правильно. Что-то будет правильно во всех отношениях. Понимаете? Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на вопрос. Даже никакого, знаете, эээ, никакого, эээ, универсального рецепта по поддержанию, эээ, у человека нет. То есть каждый человек переживает по-своему. И каждый человек нуждается, эээ, в чем-то своё. Эээ, ну, вы можете, вы можете узнать, эээ, значит, вот, окольными путями, например, вы можете узнать, эээ, как вели себя родители, допустим, вот, ну, мужчины, да? Эээ, эээ, или, эээ, ну, или человека, не знаю, кто, он, эээ, как вели себя, эээ, родители этого человека, когда было всё плохо, что они делали. Вот. Вот вы можете узнать, и это даст вам определенное представление о том, собственно говоря, эээ, что будет делать ваш человек, что он будет делать, что он припримет. Потому что его эээ, способы, они ненамного уйдут от способов родителей. Вот здесь. Вот. Ну, это даст вам хотя бы ориентир, то есть это даст вам хотя бы, эээ, понимание того, к чему человек стремится. То есть он может быть, эээ, будет, эээ, делать, он может быть, эээ, совсем другие вещи. Да? То есть он может быть, эээ, будет, там, совсем, эээ, ну, совсем, эээ, по-другому поступать. Да? Может быть. Эээ, но, по крайней мере, по крайней мере, вы, эээ, увидите для себя ориентир, вам будет самое проще. Ой, да. А вот, эээ, вот так вот можно ответить вам на вопрос. То есть, эээ, давайте ещё раз. То, что, эээ, сказали коллеги, то, что сказал, например, Сергей Ельченко, мне его ответ очень понравился, эээ, вот, это правильно. То есть это никто, эээ, ну, как бы, не отменял это. Это правильно, это верно, это так. Ну, нужно понимать просто, что в жизни, именно в жизни, эээ, может не работать, эээ, то, что работает, вот, эээ, ну, что-то работает в условиях психо, эээ, психотерапии. Да, то есть тот, кто работает, эээ, в кабинете психолога, например, эээ, может не работать, ээээ, значит, в жизни. И это реальность. И, на мой взгляд, эээ, к этой реальности нужно относиться, эээ, совершенно нормально, эээ, спокойно. В этом нет ничего аномального. Понимаете? Ну, вот. Такое, эээ, таково моё мнение по этому вопросу. Ээээ, я думаю, что, ээээ, в какой-то степени, эээ, ну, в какой-то степени, эээ, ответил вам, наверное, эээ, хуже, чем мои коллеги, потому что они, эээ, дали, ээээ, конкретные рекомендации, а я нет. Ээээ, ну, тем не менее, я считаю, что моя позиция, она такая более универсальная для, эээ, жизни. И, самое главное, не даёт каких-то конкретных советов, потому что, эээ, вот вы выйдете, да, например, эээ, с сайта, а пойдёте к этому человеку с конкретным каким-то, эээ, действием, оно ему не подойдёт. И, 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 и что вы будете делать? Оо. Затем, смотрите, эээ, в чём человек нуждается. Вот это вот ему нужно дать. Вот, смотрите, не будете спробовать, То есть, знаете, люди, они перестают пробовать. Это то, что отдаляет, то есть, отдаляет не ошибка, потому что человек в момент утраты может сам себе раскрыть какие-то вещи, которых он, например, не знал до этого, да, о себе. А именно, отдаляет нежелание людей пробовать, нежелание людей пытаться. Они просто забивают на проблемы человека. Вот это вот достаточно отдаляет. Если вы этого не сделаете, если вы будете пытаться, я уверен, у нас всё получится. Поэтому поддержать, в принципе, может каждый, и для этого не нужно быть каким-то там гением пронезнательности, и для этого не нужно быть психотерапевтом профессиональным, да. Для этого достаточно просто вот слышать другого человека, просто слышать его и давать им то, что ему нужно, и всё. Вот. Но это приходит с опытом или только через мотивацию. Вот. На этом всё. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А, поскольку вот эта вот проницательная составляющая человека, она находится в детстве и, соответственно, в детском эго-состоянии, то, как правило, она является подавленной. И подавленная она у всех, без исключения. Если вы хотите, чтобы она у вас была более развита, эта составляющая, я полагаю, вам нужно самой обратиться к психологу для того, чтобы мы помогли вам её раскрыть. Это просто такая, знаете, развивающая работа на ощущения, на эмоции, на чувства, на интуиции и так далее. Вот. Если не хотите, ну, соответственно, тогда действуйте так, как действуете сейчас. Вы молодец, по крайней мере, потому, что задаете такой вопрос. Желаю вам всего самого доброго и удачи!